Здравствуйте, мои хорошие! Меня зовут Алексей, мы продолжаем очищать Восточную Европу от войск НОТ и на очереди у нас Албания. Должна признаться, вы превзошли мои ожидания. Посмотрим, как пойдет дальше. Ударим по больному месту. У НОТ остался последний склад в этом регионе. Там хранится транспорт и боеприпасы. Пора захватить его. Уничтожьте их ресурсы и лишите противника снабжения. Сказано-сделано. Поехали! Поступило сообщение. Следует тайно уничтожить оборонный периметр НОТ, чтобы обеспечить скрытный подход основных сил. Хм-хм. Что-то, по всей видимости, базой и не пахнет. Это патруль периметра. Все чисто. Противник не обнаружен. А как я могу скрытно это сделать, да? То есть придется просто идти в лобовую атаку и все. Тут особо скрытно-то ничего не сделаешь. Ха. Вот эти вышки, они как раз-таки против танков, да? И пехоте толком сделать ничего не могут. А давайте, наверное, казармы в первую очередь бомбанем, да? Чтобы он новую пехоту не строил. Отводим. Чем-то похоже на яблоко, да? Такой логотип Эйпл на максималках. Хе-хе. Воу-воу, пошли шутки за 200, да? Это я могу. Все. И осталась только электростанция. Будем надеяться на то, что базу мне все-таки дадут. Потому что пехотой воевать это очень прохладное занятие. Все. Готово. Давай мне подкрепление. Гранатометчики. Мы лучшие. Ментовки к бою. Ну, и где? И чего? Прибыло подкрепление. Так, я не понял, а где базу-то? Вам необходимо проникнуть на пункт снабжения НОТ по мосту через кальон. Ну что, хорошо? Давайте пехоту забросим в БТР-ки. Имеющийся ремонтный модуль можно развернуть в аванпост. Угу. Аванпост является хорошо защищенным плацдармом, рядом с которым идет автоматический ремонт техники. Хорошая штука. Чем-то напоминает военный завод. Потому что рядом с военным заводом там тоже войска чинится. Так, давайте, значит, танки на передок. Потому что они более бронированы, да? Да, точно. Ремонтный модуль. Ну что, погнали, ребят. С толком, с чувством, с расстановкой. Ах вы черти. Блин, они мозг бомбанули. Инженеры, чтобы починить мост. Похоже, придется ехать в объезд. Ранетехника, вперед. Поступило сообщение. Батарею ПВО НОТ следует уничтожить. Она мешает прибытию грифонов. Как только мы их уничтожим, по всей видимости, нас ждет бомбардировка, да? Ну, точнее, не нас ждет, а базу врага. Хм-хм. Ладно, сделаем, сделаем. Так точно. Вступаю в бой. Херачим завод в первую очередь. Вижу цель. На самом деле, войск могли дойти побольше. Что-то как-то крайне мало, да? Так, что-то я, похоже, бомбанул не то. Все, завод упал. А, кстати, тут есть еще пару контейнеров. Давайте соберем. Во, продвигаемся вперед. Неплохо. Из-за того, что нам дали деньги, а то, по всей видимости, либо мы сможем где-то нанимать войска, да? А, либо, не знаю, будет база в будущем. То есть, как только мы мост пересечем, возможно, там нас ждет приятный сюрприз. В виде базы. Я думаю, что электростанцию тоже есть смысл запигачить, потому что она в любом случае питает все остальные базы нот. О, так-то она получше будет. Это все, что ли? Инженеры. Да, ребят, давайте инженеров усадим по БТР. Может, это не совсем адекватно, но, с другой стороны, как нам сказали, если мы потеряем инженеров, да, то для нас миссия закончится. Поэтому лучше, скажем так, перестраховаться на всякий случай. С другой стороны, БТР надо подконтраливать, потому что они, скажем так, яростно идут в атаку, да, у них большая скорость передвижения. Вот, ну, в общем, давайте немножко починим технику, а по всей видимости... Может, Сиджинер починит разрушенный мост. Да, нам нужно починить мост. Меня, на самом деле, уже задалбливает, вот как эта телка постоянно вмешивается, не дает мне слова сказать. Вот, перебивает, тварь, перебивает. Ну, что-то... Я уже инженера потерял. А, вот же он. Он такой маленький, он так хорошо сливается с фоном. Противник вообще, в принципе, его должен не обнаруживать. С учетом того, что я его постоянно теряю из виду, да. Но противник, наверное, просто более глазастый, да, чем я. Все, сворачиваем нашу шарманку. Так, ну что, ребят, давайте, значит, танки в первую очередь. А потом уже все остальное. О, пошел уже в атаку, чертяга. Все, всеми войсками просто проходят вперед. Отправляемся. Неплохо, я смотрю, тут у него сопротивление, да? Поступило сообщение. Вам приказано укрепиться на восточном хребте, заняв сборный пункт. Угу. Дождитесь подкреплений на этой позиции. Хорошо. Так, ребят, нам нужно двигаться в восточную сторону. Здесь есть куча техники, брошенной нот. Вот, но, по всей видимости, они не атакуют. Это хорошо. Аккуратно проходят вперед. Самое главное войска свои не подставлять. Там потому что есть вот эти тяжелые вышки, да, на базе врага. Аккуратно, аккуратно проходим. Ремонтный модуль передвигается крадемедленно, но мы почти добрались до нужной нам цели. Так, пехоту отводим, не подставляем пехоту. Скорее, ремонтный модуль поближе, 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 поближе. Сейчас будем восстанавливать здоровье у нашей техники. Вот, так-то уже получше. Так, ну что, ребят, значит, наша задача захватить вот это здание, да? Только давайте в первую очередь бомбанем вышки, которые у него есть, и военный завод. Они что, так бронированные, да, такой? Бронированное это укрепление. Так, давайте, значит, инженер, поехали. Ага, ага. Сразу захватываем. Вот, и там еще сундучок можно взять. Хорош. И нам еще дают подкрепление. Круто. Второй ремонтный модуль. Здорово. Я думаю, что военный завод захватывать не будем, потому что у нас есть еще две цели, которые нужно захватить. А у нас, собственно, всего два инженера-то и осталось, да? Поэтому давайте, скажем так, с толком, с чувством, с расстановкой. Так, пехоту отводим. Ничего себе, не бомбит меня. Что-то я так долго ковыряюсь с этим заводом, но дело в том, что я не всеми войсками атакую, потому что я, на самом деле, переживаю, что вот эти войска, которые он строит постоянно, да, они будут на шару просто дамажить мои танки. Поэтому я, скажем так, частью войск атакую, частью обороняюсь, да? Все, ребят, сворачиваем нашу шарманку и проходим вперед. Как нам сказали, нужно захватить в восточную сторону. Чем мы, собственно, сейчас и займемся. Я думаю, что у нас тут ждет неплохое сопротивление. О, против пехоты как раз-таки. Тут просто куча всего против пехоты. Может, зря я так послал на шару, потому что у нас есть пехота, да, которую он спокойно сможет уничтожить. Опять же, повторюсь, вот эти вышки, защитные нот против пехоты, они, конечно, очень сильны, очень сильны, да? То есть они ее выкашивают на изи просто. Все, и бомбим казармы. Все, ребята, все. Так, ребята, давайте, значит, сделаем здесь небольшую оборону. Наша задача, значит, развернуть, скажем так, такой плацдарм, да, который нам поможет в будущем. Отправляем танки на защиту. Сразу захватим это здание, которое нужно нам, да, по заданию, и бомбанем электростанцию. Там, кстати, еще снизу есть электростанции, но до них доберемся чуть позже. Давай, мой хороший. Хе-хе, захватывай. Во, хорош. У нас еще остается один инженер, и вот как раз-таки нужно захватить это здание. Чем мы займемся чуть позже? Во! О, ни хера себе, ребят, авиазаводы и тяжелый танк. Мамонт готов? Вот это, да. Уже в пути. Страшно связи. Так, ну что, значит, у нас по заданию, значит, самолетами на бомбануть у него. По оперативным данным, на пункте снабжения сосредоточены крупные силы НОТ. Уничтожьте производственные постройки и запасы запчастей. Да, по заданию, получается, нужно уничтожить технику, которую у них здесь есть, и здание. На данный момент ястребы являются лучшей авиацией ГСБ, непревзойденной по огневой мощи. Проблема в том, что если бы она говорила как-то постоянно, да, было бы хорошо. То есть я бы просто молчал. А то я только начинаю говорить, или только что-то хочу сказать, а начинаю трататься, трататься, трататься. Так, нормально, нормально, держимся, держимся, ребят. Войска у нас восстанавливаются, ничего страшного в этом нету. Ха-ха, чертяга, а. Неплохо, неплохо у него там бомбит. А, кстати, вот денежка, зачем нам давали, да? Как раз таки, по всей видимости, для того, что если у нас самолеты какие-то уничтожат, то мы сможем восстановить. Это здание уже можно, в принципе, да, оно уже такое нейтральное, и даже то, что его уничтожили, ничего там страшного нету. Ну что, ребята, теперь миссия, скажем так, переходит в такой пассивный режим. Нужно летать, бомбить вот эти здания, которые тут есть. Я думаю, что пробить он тут меня не сможет, да, потому что у меня тут куча просто разных войск. Вот, и, кстати, надо БТР, БТР как-то вернуть, потому что они как раз-таки против пехоты хороши. А я смотрю, он очень активной пехотой любит атаковать, да? Просто хлебом не корми, дай пехотой побегать. Во! Хорош! Ну что, ребят, продолжаем летать самолетами. А, кстати, мне писали такой комментарий, такой человек с красивым редким именем, к сожалению, не запомнил. Ну, в общем, он с этой игрой был не знаком, ну и, в общем, посмотрел мои видосы, поставил, поиграл и сказал, что как-то не зашла, да? Говорит, что мне больше нравятся игры про Вторую Мировую. И мне тут же вспомнилась, скажем так, такая история, которая была еще в школьные годы. У меня знакомые упарывались по такой игре про Вторую Мировую как Противостояние. Это тоже стратегия. Разберемся с ними. То есть это тоже стратегия, вот, и там сложность заключается в том, что, допустим, у тебя есть танки, вот, для того, чтобы они стреляли, нужно, скажем так, подвозить им снаряды. Для того, чтобы они ехали, там нужно подвозить топливо. Ну, это старая стратегия, но она крайне трудна, вот, даже, ну, банально вот этими моментами, что тут, как бы, ты юнитов простроил, да, как бы, все аркадно, не вникаешь в ситуацию, то там постоянно, значит, твоим танкам нужно топливо подвозить, снаряды подвозить. Это такой геморрой, просто на ровном месте, да? То есть у тебя мало того, что стоит задача, там, не знаю, убить врага. Тебя еще, скажем так, постоянно ограничивают, там, в топливе, в снарядах и прочем-прочем. Так, ребят, значит, продолжаем бомбить у него здание. Вообще, по-хорошему, знаете, у меня возникает такая идея, может, вынести ему производственные здания, и тем самым мы сможем обеспечить себя тем, что он попросту не сможет строить ни казармы, ну, точнее, ни пехоту, да, там, ни технику. Давайте этим попробуем заняться. Тут есть, как минимум, казарма, да, там слева военный завод, уничтожив который, насколько я понял, больше он строить ничего не сможет. Получается, он так и будет, значит, строить свою лабуду, да, постоянно меня атаковать, и в этом нет ничего хорошего, поэтому нужно что-то с этим делать. Пехоту, кстати, можно тоже так бомбануть, да, чтобы лишний раз она мне не мешала. На самом деле, вот если эта пехота сейчас пойдет вся в атаку, то я думаю, что я сдохну, потому что тут реально очень много пехоты против танков, которые очень хорошо, очень хорошо заходят. Так, ну что там насчет военного завода? Давайте попробуем, знаете, ребят, немножко полетаем, пооткрываем карту, посмотрим, что есть еще. Значит, нам нужно захватить здание, которое находится на северо-западе. Аккуратно пролетаем. Давайте вообще посмотрим, что там. Ух ты, ни хера себе, аэропорт у него здесь. Хорошо. Так, получается, и тут казарма еще есть, и также еще аэропорт есть. Все, понял. Для себя я задачу поставил. То есть, смотрите, ребят, мы выносим производственное здание, а потом уже просто ковыряясь в носу, добиваем все, что у него осталось, да? Самое главное не отдавать самолету на ровном месте. Ну, в общем, не стоит их совать в самое пекло, да, стараться облетать там какую-то пехоту, в общем, все то, что может их продамажить. И все у нас будет, ребята, хорошо. Он постоянно меня, похоже, так и будет атаковать. Но дело в том, что у нас починка там хорошая, так что переживать за это не стоит. Сейчас давайте уже дамбомбим авиабазу, да, его вторую. И тут же улетаем. На карте также есть еще дополнительные аресы, по всей видимости, в сундуках, но я думаю, что обойдемся и тем, что нам дали. По крайней мере, пока что самолеты не теряю. И даже если там пару самолетов умрет, да, то, в принципе, у меня есть возможность построить новое. Все, ребята, и вот так получается. Сидим просто на попе ровно, да, и летаем, летаем, бомбим. Те постройки, которые тут у него есть. Давай, 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 мой хороший. Сейчас осталось, получается, бомбануть у него казарму. И также есть еще военный завод, уничтожив который больше войска он строить, по всей видимости, не сможет. Все, ребят, остался только военный завод. Как раз таки я вот, видите, летаю через всю карту мимо пехоты, потому что там также есть ракетчики. И лучше лишний раз им на глаза не попадаться. О-о-о, зашевелился. Хе-хе-хе-хе. Так, ну что, казармы, по крайней мере, уничтожили, да, пехоту строить он не сможет. Вот, остается только разве что военный завод, как бы лучше подлететь. Давайте попробуем вот посюда. Опять же, с другой стороны, если пару самолетов потеряю, ничего страшного. Просто будет неприятно, да? Сейчас бомбанем. Воу-воу-воу-воу. Неплохая, смотри, тут защита с воздуха. А-а-а, потерял таки самолет. Два самолета потерял. Да что ж такое-то? Вот накаркал, да? Говорил как раз таки, ничего страшного, два самолета потеряю. И реально потерял два самолета. Ну что, ребят, значит, продолжаем бомбить его здание, да? Строить он уже больше ничего не может. Вот, это немножко скучно, но что поделаешь. По заданию так приходится делать. Просто аккуратно подлетаем, да? Стреляем и улетаем. Подлетаем, стреляем, улетаем. И так по накатанной. Забомбил у него пехоту, да? И теперь уже можно вообще просто безнаказанно летать. А на самом деле тут еще есть также москиты, которые атакуют воздушные цели. Вот. Но с ними тоже можно справиться. Тем более есть дополнительное задание, да? На уничтожение москита. То есть, получается, мы у наших самолетов переключаем в авиарежим. И тем самым они могут атаковать именно воздушные цели. Вот. Давайте, кстати, так и сделаем. Попробуем. Как раз таки выполним дополнительное задание. У меня сейчас сходу нету где-то тут цели по москиту, да? Но я думаю, что полетаем, найдем. То есть, стоит там буквально атаковать одного москита, и дополнительное задание будет выполнено. Сейчас найдем его, ребят. Где-то здесь они обитают. Как раз таки вот здесь была авиабаза, да? Во! Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Все, задание готово. Возвращаемся на базу. Только надо не забыть переключить в обычный режим, да? Чтобы они атаковали именно наземные войска. Ну что, ребят, давайте немножко прокатимся и посмотрим, что будет, когда мы захватим тот объект, который находится сверху. Самое главное не подставлять БТР, потому что там инженер, который единственный, собственно, остался у меня, да? Поэтому нужно быть с этим максимально осторожным. Так, я не понял, а ты... Вот! Он же тоже атакует против воздуха, да? Воздушные цели. Во! Самое главное не нарваться на вышки, потому что тут есть тяжелые вышки, которые могут БТР, я думаю, что просто с одного выстрела, да, убить. Поэтому нужно максимально аккуратно, скажем так, проезжать по этой территории. Ага, ага. Вот там стоят эти обелиски, да? Которые могут очень хорошо мне подпортить жизнь. Аккуратно проезжаем. Давайте, знаете, от греха под... А хотя можно и по верху поехать. Хотел просто поехать по низу, но, думаю, не стоит над этим заморачиваться прям сильно. Заодно можно, кстати, и танки бомбануть, которые находятся здесь по дороге. Как говорится, совместить приятное с полезным, да? Хотя, с другой стороны, знаете, ребят, они еще взрываются и горят, да? Я не знаю, как это скажется на моем БТР, поэтому ладно. Лучше не стоит рисковать. Уже потом самолетами сделаем, да? Все, что нужно. Ага. Главное не подставить БТР-ку. Ну что, ребят, момент истины. Сейчас узнаем заодно, что там будет. Может, дадут супероружие, не знаю. Посмотрим. Угу. И чего? Ооо. 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 Ну как-то слабенько, ребят. На самом деле, я рассчитывал на большее. Ну спасибо, дали всего лишь там пару танков. Ну такое. То есть можно было, в принципе, это не делать, да? То есть летай самолетами, бомби базу врага, и как бы будет тебе счастье. Ну хорошо, окей. Танками, кстати, попроще это сделать, да? Ну сильно, скажем так, на базу врага ты не подойдешь, по причине того, что там есть обелиски, да? Которым очень не понравится, что ты пытаешься задолбить, да? Задолбить войска нот. Так точно. Давайте посмотрим, четырех самолетов хватит, чтобы бомбануть одно из зданий нот, которые нужно покласть-то, да? Чух-чух-чух-чух. Да, хватает, ребят. Так можно, получается, остальными самолетами бомбить дальше. Денежка есть, ребят, так что если самолет какой потеряю, ничего страшного. А можно было вообще вот эти противовоздушки тоже бомбануть самолетами? Ну такое. То есть тут уже, смотри, скажем так, по обстоятельствам, да? Можно сделать так, а можно по-другому. Продолжаем атаку. Остался буквально еще один заход самолетов, да? И уже мы спокойно можем выполнить основную задачу. Во! И последнее здание. А можно было, наверное, электростанции бомбануть и приехать танками к нему на базу просто как к себе домой. Ну, сделаем все чисто, да? Чисто самолетами. О! Все? А, нет. Ах ты ж, ешки-матрешки. Пару танков осталось. А то я уже расслабился, да? Типа миссия пройдена. Не все так просто. То есть, видите, цепная реакция, да? Убиваешь один, и по реакции остальные взрываются. А этот какой-то живучий парень. Просто Дункан Маклауд, епте. А, тут еще остались. Да что ж такое-то? Все, задача выполнена. Поздравляю, ребят. Ну, в общем, миссия была не сколько сложной, сколько муторной, да? Летаешь самолетами, бомбишь врага. Хотя поначалу было трудновато, потому что если ты, опять же-таки, потеряешь инженеров, да? То все, проиграешь. Ну что, ребят, я с вами прощаюсь уже до следующих видео. Ставьте большой палец вверх. Вступайте в группу ВКонтакте. Всем хорошего, позитива, удачи и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok